С вами Арстан Балтин в эфире 7 News. Российский турист-экстремал погиб на востоке Франции. Его тело нашли у подножия горы в районе Верхней Савойи. Причины смерти пока уточняются. Между тем в Казахстане пытаются выяснить обстоятельства гибели целой группы петропавловских студентов-туристов. Эта загадочная история произошла почти 20 лет назад в Забайкалье. Спустя годы по тому же маршруту отправилась еще одна группа туристов в надежде разгадать страшную тайну. Тайга вокруг, тайга закон, открыта банка тесакон, а под ногами сквозь туман хрустит хребет хамар-дабан. Эта песня Юрия Висбора была популярна тогда, когда в Петропавловск пришла страшная весть. Погибли студенты, почти дети. Самому младшему было 17. Замерзли. И это в середине лета. Местодействие тот самый – хамар-дабан. Это саяны, восточные саяны. То есть вы проезжаете город Иркутск, дальше начинается озеро Байкал, и дорога идет вдоль озера Байкала. Вот вся южная, юго-западная часть Байкала носит название хребет хамар-дабан. Это самые старые горы на планете. Туристов манят чистейший воздух, альпийские травы, дикие места. Сюда пошли шестеро туристов во главе с самым опытным петропавловским инструктором Людмилой Коровиной. Назначили встречу с другими тургруппами и пропали. Вот оно, озеро Патовое. Вершина, куда так стремилась группа Коровины, так и не дошла. Владислав Ржавца с семьей и другом отправился по тому же маршруту. Он еще помнит, как в 90-е годы туристический клуб «Азимут» гремел на весь город. Родители упрашивали записать в него своих детей. И в тот поход тоже просили взять с собой. Даже в последний поход они пошли. Девочка одна была, мама очень упросила ее саму взять ее с собой. И она погибла. Детей Людмилы Ивановне доверяли, но в том походе что-то пошло не так. Спутанный рассказ Валентины Уточенко, единственный уцелевший, почти никак не прояснил картину. С ее слов первым упал самый сильный и тренированный студент. После трагедии девушка замкнула в себе и предпочла не вспоминать о тех днях. А вот Евгений Ольховский и хотел бы забыть, не получается. Он должен был идти в той группе, а отправили в стройотряд. Спустя годы он дословно помнит рассказ Валентины. Не то что он умер сразу, он упал. Упал из носа кровь, из ушей кровь. И Людмила Ивановна осталась с ним. Как один из вариантов. Просто выхода не было. То есть выносить его было некому, а бросить, умирать человека, последние его эти, она не могла. Через четыре дня на Валентину наткнулась проходящая мимо группа. Все это время девушка провела одна в лесу среди скал. В Петропавловске сформировали свою группу спасателей и отправили за телами. Эксперты из Улан-Удэ дали простое заключение о смерти. На этом все и закончилось. Мы вскрыли один рюкзак, просто посмотреть. У них были теплые вещи, свитера, штормовки. Успели бы они переодеться, одеть что-то потеплее и прочее. Они все были в летней одежде. У нас же есть заключение экспертизы. Они все умерли от перехолождения. Но причина перехолождения, почему человек становится недвижимым, скорее всего, было химическое отравление. По сводкам гидромедцентра, в день трагедии хребет Хамар-Дабан накрыл сильнейший антициклон. Стеной шел дождь, затем снег. Это могло стать причиной опасного природного явления, не изученного до сих пор. Был очень сильный грозовой фронт, и просто вполне возможно, что то, что еще для нас неизвестно, произошло именно с ними. То есть они попали в высокую концентрацию озона, а когда вышли в кислород, уже организм пошел разнос. То есть второй вариант – это именно какие-то горные газы. Везде поливают дожди. Всегда все было хорошо, а теперь поливают. В наше время эта история едва не повторилась. Группа Владислава Ржавцева тоже не дошла до места гибели студентов. Снова помешала погода. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Мы оставляем капсулу. В капсуле описание. С 1993 года. Имена, фамилия участников погибших, когда... Кроме того, в тетради оставлено предложение тем, кто будет проходить этим маршрутом. Назвать место гибели группы именем Людмилы Коровиной. Если его поддержат, это поможет частично реабилитировать имя человека. Группу похоронили всех вместе. Вот здесь, рядышком. Родители и тут доверили инструктору своих детей. Хотя в городе все эти годы продолжались разговоры. Не усмотрела, не уберегла. Не тот выбрал маршрут. За то, что случилось, фактически так никто и не ответил. Дело почему-то очень быстро закрыли и сдали в архив. И только сейчас с перевала туристы привезли образцы почвы для исследований. Возможно. Именно это поможет ответить на вопросы, которых не стало меньше за 20 лет. И будут присячи побед, а снится все-таки тебе.